Я хотел бы сегодня свой вопрос задать. В последнее время я вижу, как люди мне близкие как будто перевернулись. Они были полны чувств, целей жизни, радости, ненависти, любви. Полны чувств были. И вдруг равнодушие к цели, я не знаю, к другим, к бедам других, к счастью других, даже зависти нет. Вот вдруг пришло вот такое состояние. Это вот после того, что все произошло, всего этого кризиса, всех этих ударов, вдруг человек спрятался в эту нишу, и ему хорошо в ней жить. Что это такое? То есть, во-первых, это осознание человека. Это говорится относительно самого человека. То есть? То есть человек должен осознать и сказать, что он в таком состоянии находится. Меня поразило вот такое состояние. Я нахожусь в нем, и я не вижу, каким образом я могу из него выйти. Но это уже молитва, если так. Это он уже хочет выйти из этого состояния? Не хочет. В том-то и дело, что он видит, что он ничего не желает. Абсолютная апатия к тому, что происходит, нежелание ничего изменить. Потому что видит, что ничего изменить нельзя. Вот это верно. И что бы ни делал, будет, может быть, только еще и хуже. Вот это точно, кстати. Это точный диагноз. Поэтому и не надо ничего менять. Будем так, как есть. Вы от кого сейчас говорите? От него? Ну, конечно. Да. Но ты меня знаешь, я совершенно не в этом ключе. Вы уж точно. Нет, нет. Да. Вот он так и чувствует. Вот так и будем жить. Да. Так и будем жить. Все. Сколько надо проживем. Когда надо, умрем. Все будет нормально. Чего дергаться? Мы видим, что от наших всяких этих вмешательств в какой-то процесс, который с нами происходит, может быть, только хуже. Давай ничего не будем делать. Оставим это все, как в лодке. Понимаешь, мы видим, что мы никуда не можем выгрести и ничего сделать. Течение тянет и все. Бросим весла, будем сидеть спокойно. И ему как бы даже хорошо. Конечно, хорошо. То есть ты понимаешь, что ты отдаешься этим на волю волн. Ну, вот диагноз вы точно и поставили. Теперь выводить человека из этого. Кто может выводить? У кого есть возможность вообще и понимания того, куда надо выводить? Ну, вот садиться с ним, говорить, послушать. О чем? Что я могу ему сказать? Я могу ему сказать наоборот, что ты пришел к правильному выводу. Это вы можете сказать? Да. Да. Что, что? Сиди и не вертись. Так. Так. Вот именно так. Потому что никакого решения у него нет. Ничего не знает и не понимает. Он не находится в связи с силами природы, которые нас куда-то влекут. И поэтому самое лучшее в этом – отдайся на волю волн. Так Раби Акива говорил, когда его спросили, как он спасся от тонущего корабля. Да. Он говорит, я ухватился за доску, обуздал ее, сел на нее. И все волны, которые проходили, я сгибал голову, и они проходили надо мной. Так. Я пригибался, и волны... Да. И так они, эти волны, меня подтолкнули к берегу. Почему? Потому что я им не сопротивлялся. То есть вы предлагаете как рецепт человеку в этом состоянии, во-первых, не мешать, во-вторых, чтобы он в нем же и находился. Ну, чтобы... чтобы что? По воле волн. Вот так вот плыл по воле волн. Да, 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 да. И это самое верное, когда ты отдаешься на волю природы. Потому что у тебя ни другого все равно выхода нет. А в природе ты знаешь, что есть великие силы, есть великий разум, есть что-то такое, что находится выше нас. Какие-то законы неизвестные нам, вечные и так далее. И что-то есть в ней такое, что она все равно управляет нами. Так зачем мне сопротивляться? Я только истощу свои силы, упаду на дно своей этой лодки и все. То есть ваш совет ждать, да? Время сделать свое. Это не только ждать. Это типа молитвы. Это согласие с высшей природой. Я готов тебе подчиниться. Делай со мной, что хочешь. Да. И на самом деле ты всегда делаешь со мной, что хочешь. Сейчас я наконец-то начинаю ощущать, что мне большего и не надо. Это уже ступень постижения, ступень связи. То есть если человек к этой мысли придет, это уже у него большое продвижение к Творцу, можно сказать, закону природы, который всем управляет. Конечно. Он не лезет за своими ограниченными мыслишками и желает еще больше и больше напакостить в природе. Хватит. Не ввязывайся, не вмешивайся в течение природы и в то, что она делает с нами. И так сказано и в Торе тоже. Шевальтасе Адив. То есть сиди и ничего не делай, это предпочтительно. Это вот так относитесь вы к человеку, в который вошел вот дух равнодушия. А у него другого ничего нет, из чего он будет поступать. Нет. Ну так и все, поэтому он прав. Это самый верный выход в его состоянии. А мне совет, еще раз, если можно, вот последний. Мне какой совет его другу? В зависимости от того, насколько этот друг может понять, где он существует, в каких силах природы, и может эти силы правильно использовать. То есть добавлять себя к тому же направлению, в котором природа желает его вести. То есть я в таком случае не сопротивляюсь воле волн. Я готов вместе с волнами идти в том же направлении. Еще включая в это и свои силы. Понятно. Ну что, все очень мирно, спокойно, хорошо. То есть вы даже сейчас такой гимн равнодушным спели. Это не равнодушным, это разумным.